Добрый вечер, дорогие друзья! Мы вернулись из командировки, которая была очень насыщенная. Было очень много встреч, было презентаций много, огромный интерес к нашей продукции, огромное количество положительных результатов мы получили. И поэтому на некоторые вопросы я, конечно, не успела ответить, потому что их было очень много. Поэтому я сегодня начну с ответа на вопросы. Вы можете писать свои вопросы. Я закончу отвечать на вопросы Кирова, город Киров. И, соответственно, буду отвечать на ваши. Итак, первый вопрос. Очень интересный. Не было давно таких вопросов. Хилобактер пилори исчезнет после приема ЖКТ? Ну, вы знаете, хилобактер пилори, которого обвиняют, что он вызывает язвенную болезнь желудка, и назначает огромное количество всевозможных медикаментозных препаратов, начиная от антибиотиков и других препаратов. На самом деле, вы знаете, он у нас всегда находился под слизистой, внутри слизистой желудка. Поэтому одним желудочным препаратом ЖКТ его, конечно, не вылечить, потому что это иммунодефицитное состояние, это общее ухудшение здоровья в целом. Вот. И все-таки часто он бывает, раз его связывают с язвенной болезнью, часто это бывает у людей с гастритами, даже с язвенными болезнями желудка, там делают биопсию, находят его. Поэтому, конечно, это требует комплексной терапии, комплексной терапии. Кому поставлен этот диагноз, конечно, не стоит... Здравствуйте. Вот. Конечно же, не стоит... Все записывают, все наши выступления записывают. Поэтому не стоит, конечно же, убивать свой хилобактер. Я много общаюсь с врачами, скажем так, ну, с врачами, но такими докторами, которые занимаются такой оздоравливающей медициной, как и мы с вами занимаемся оздоравливающей, профилактической медициной. И поэтому вот мне очень понравился ответ одного доктора. Он спрашивает, ну, вот представьте, что вы сами хилобактер. Вот. И вы находитесь в слизистой желудке, кого-то. Вот. И вам говорят, мы хотим вас убить. Вот. Мы все с вами знаем, что мы энергоинформационные структуры. Значит, хилобактер тоже знает, что вы его хотите убить. Вот. И что он будет делать? Вы что, вы не будете защищаться? К вам подойдут и скажут, вот ты нам не нравишься. Вот. И хилобактер тоже самое. Когда вы будете на него воздействовать там другими препаратами, вот, он будет сражаться с вами. Вырабатывать токсины, так же, как все микробы. Когда они чувствуют, что их хотят уничтожить, они начинают вырабатывать микробы. И вот этот вот слайд, который вы видите, симбиотическая связь, вот об этом как раз и говорит, что на одну здоровую клетку 300 бактериальных. И вот этот симбиоз, который существует между нашими клетками и микроорганизмами, он уже веками существует. Поэтому я бы никому не советовала никого уничтожать в своем организме, а просто повышать иммунный ответ. Поэтому нормализовав свой иммунный ответ, нормализовав качество своей слизистой желудка и вообще желудочно-кишечного тракта, значит, у вас он будет просто неактивной фазей, будет выполнять свои какие-то задачи, которые у него есть. У каждого микроорганизма в нашем организме есть задача основная защитить хозяина, клетки хозяина, а хозяин мы с вами. Вот, поэтому лучше не бороться, лучше договориться. Вот, и, соответственно, ТИМУС-1, нужно заниматься иммунной системой. Затем салютом по капельке начинать пить, потом можно дозу постепенно увеличивать. Реликтум обязательно, вы знаете, что реликтум нам на четверть стакана воды, где-то начинать с трех-четырех капель, с пяти, до еды все это мелкими глотками выпивать, потому что реликтум – это удивительный продукт, который не всасывается в кровь, не попадает. Он только попадает на пораженные слизистые, слизистые покрывает их такой пленочкой, под этой пленочкой восстанавливается эта слизистая, если желудка, это будет восстанавливаться слизистая. Желудка восстанавливается, понимаете, почему так важно иметь хорошую слизистую, потому что вообще желудок вырабатывает соляную кислоту, и практически вся, мы же едим с вами пищу, самое, как бы, место, которое очень сильно защищается от окружающей среды, это желудочно-кишечный тракт, поэтому соляная кислота может растворять любые микробы и так далее, и так далее. И только когда у вас количество и качество этой соляной кислоты снижается, тогда что-то может пройти мимо ее надзора. Поэтому салютом и реликтум, вот эти два продукта, они будут улучшать, салютом будет улучшать тоже работу всего вашего организма, а реликтум будет помогать восстанавливать слизистую желудка, потом 12-й перстной кишки, где есть проблемы тонкого кишечника и толстого. В ЖКТ вы можете капать тоже там по 5-10 капель, 2-3 раза в день, ну и, конечно, купить в аптеке Виталию и пить ее, чтобы она пересеяла микрофлору, потому что невозможно сражаться каким-то мифическим хилибактером, вот, не восстановив иммунный ответ всего желудочно-кишечного тракта, поскольку 80% иммуноцитов у вас находится в толстом кишечнике. Как только вы восстановите вот всю микрофлору в целом, тогда, конечно же, он опять заснет и не будет беспокоить вас болями в желудке и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, первое, с чем мы начинаем, это с правильного питания. Значит, пища должна быть механически и химически щадящая, то есть это какие-то слизистые супы, это котлеты, это все тушеное должно быть, фрукты, там яблоки запеченные, то есть все, что, как бы, помогает спокойно работать желудку. Ну, тогда вы получите хороший эффект, это, в принципе, касается любой проблемы с этой гастритой, и колитой, и холециститой, с первой, что вы начинаете правильно питаться. Ну, а остальное все подстраивается под это, и вы поправляетесь сами. Вот тоже хороший вопрос. Правда, что мелатонин вырабатывается при полной темноте? Ну, было написано с 22 часов. Ну, вот мелатонин вырабатывается с 8 часов вечера, активно начинает вырабатываться до 3 часов ночи. Да, тот мелатонин, который вырабатывается у нас ночью, он вырабатывается в абсолютной темноте. Почему? Потому что, когда вы гасите свет и закрываете глаза, то, значит, импульс поступает в мозг о том, что вы уснули, и о том, что наступила ночь. Почему? Потому что наша сетчатка глаза передает эту информацию головному мозгу. Потому что, оказывается, на сетчатке глаза есть специальные рецепторы, которые тоже напрямую общаются с гипоталамусом. Вот. Но я уже говорила вам, что, да, и поэтому для того, чтобы не менять ритмы мозга, для того, чтобы хорошо высыпаться, вот когда вы ложитесь и засыпаете до 11 часов, ну, максимум до 12 часов вы засыпаете, тогда у вас, вы не теряете первую фазу сна, и у вас сон глубокий, вы высыпаетесь. Первая фаза, вторая фаза и третья фаза – это уже просыпание. Вот поэтому правильно, что вы ночью, мы восстанавливаемся. Когда мы засыпаем, организм всю ночь работает, выводит токсин из нашего организма, вот, убирает все стрессовые ситуации, которые вы пережили в этот день. Вот. И таким образом, значит, к утру вы просыпаетесь абсолютно чистым человеком, готовым к принятию новой дозы токсинов. Вот поэтому нужно засыпать до 20, ну, желательно 3, ну, уж если вы никак не можете, хотя бы 4 часов. Вот. Тогда у вас нормально будет синтезироваться мелатонин, и вы не будете сбивать свои биоритмы мозга. Так. Вот тоже хороший вопрос. Все такие практические вопросы сегодня. Значит, запшикают церебром, первый и второй. Когда начала это делать, у меня не было никаких отрицательных ощущений, все было хорошо. Через некоторое время появилась сильная жжень и боль. Что это? Ну, что это? Инфекция, конечно. Конечно, инфекция, потому что вы пшикаете церебром 1, церебром 2 в нос. У вас что, никогда не было насморка. Вот. Поэтому сейчас идет восстановление выработки секрета, то есть слизи носа. Ну, что-то там какие-то есть проблемы с этим. Добавьте лор, вот, и добавьте тимус 1. Ваша слизистая постепенно восстановится. Ну, чтобы не было таких неприятных ощущений, вы можете просто на небо пшикать церебром 1 и церебром 2. Ничего страшного не будет. Так. Как правильно принимать реликту? Ну, мы уже сказали, что раньше мы всем рекомендовали реликту разводить на 5 литров воды, и потом вы просто разливали его и все, и пили. Поскольку мы провели исследование в институте Сысина, которые нам показали, что когда мы наливаем, предположим, четверть стакана воды или полстакана воды, и капаем туда от 3 до 5 капель реликтума, ну, он там может настаиваться, можете каплю туда салютом и капнуть, и он, значит, меняет структуру воды, она становится как, ну, мягкая вода такая, она не мягкая, как вот, когда воду размораживают, из холодильника достают, вот. Значит, такая вот становится вода, энергетически емкая. Поэтому вы можете подождать полчаса и пить, и она сохраняется такой до 3 часов. Если вы все-таки развели уже воду, вы просто наливаете четверть стакана или полстакана, и туда капаете одну каплю салютом, и у вас она становится тоже энергоинформационной водой, помимо содержания витаминов, микроэлементов и так далее. Вот, поэтому вы так начинаете, а затем дозу увеличиваете. Вы можете уже на полстакана капать там 5, 6, 8 капель. Некоторые капают и больше, просто у всех своя степень зашлакованности и свои особенности желудочно-кишечного тракта. Поэтому вы себя лучше знаете, подбирайте все постепенно. Ой, извиняюсь. Какое время суток лучше всего принимать наши препараты? Ну, вы знаете, всегда все хорошо принимать утром натощах, потому что вы проснулись, у вас желудочно-кишечный тракт спокойный абсолютно, нет никаких ферментативных процессов, организм ожидает работы, начало работы, она начинается с приемом пищи. Вот, поэтому, когда вы встаете утром, вы можете, поскольку наши препараты энергоинформационные, там, визу, вы закапываете себе глаза тоже утром, начинаете потом вечером, некоторые днем капают. Это у всех все индивидуально. Затем вы выпиваете, предположим, несколько капель салютома, можете ликтум выпить, можете ликтум после еды выпить. Самое главное, что все это попало в желудок. Вот, и все остальные препараты вы себе капаете и просто под языком рассасываете и пьете. Все прекрасно работает. Самое главное, что попало в организм. Сколько можно одновременно принимать препаратов? Ну, вы знаете, вот уже по практике к нам люди приходят, мы назначаем церебрум, визум, сердце и сосуды. Если кому-то что-то нужно другое, предположим, вместо сосудов печень, почки можно назначить. И посмотреть, можно назначить реликтум, предположим, на подписание, глазные капли и церебрум. То есть это все зависит от вашей возможности. А так, в принципе, все препараты, они строго органоспецифичны. Поэтому вы как можете сразу все органы восстанавливать. Передозировать их нельзя. Побочных эффектов они никаких не дают, но только гомеопатическое обострение. То есть, если где найдут болячку, у вас какое-то место слабое энергоинформационное в организме, ну, вы почувствуете это место. Но это же хорошо. Мы это и хотим добиться, что если человек реагирует на наши препараты, значит, это наступает гомеопатическое обострение, значит, мы попали в то место, где у вас и болит. И постепенно ваш организм уберет, значит, дефицит энергии в этом месте и запустит нормальный синтез белков, жиров, углеводов, гормонов и уберет вот эту проблему, чтобы дальше она уже не переходила на органы и ткани уже не вызывала органную патологию. Не, он здесь где-то. Вот, чтобы не было никаких таких уже хронических заболеваний. Декорис. Вот что за вопрос? Можно ли декорис разводить в воде и пользоваться разведенным? И сколько капель капать на 100 грамм воды? Декорис. Это кожа. Зачем его разводить? Вы что, кто вообще вот это вот декорис разводит? Декорис сделан специально для кожи. Для кожи. И прыскается только на кожу. Это энергоинформационный продукт. И я не знаю, кто вот эти рекомендации дает по поводу разведения декориса. Вот. И декорис не разводится. Это кожа. Зачем? Оно сделано для кожи, чтобы убивать... Если у вас есть, предположим, этот демодос, клещ, вы можете лечить себе демодос на ресницах и на коже. И так вызывать регенерацию вашей кожи. Зачем вам разводить? Я не могу понять, для чего. Вовнутрь вы же не покупаете себе в аптеке эти свечки ректальные, и не пьете их, не разводите воду, или не запиваете воду ректальные свечки. Понимаете? То, что написано, то и надо использовать. Зачем его разводить водой? Вообще, в первый раз слышу. Мы водой разводим только селен и ангел. С чем можно соединять селен? Как употреблять и как разводить? Вот как раз следующий вопрос. Это и есть. Селен можно разбавлять на 100-150 мл воды, капель 30, и туда добавлять капель 10 ангела, и пить в течение дня. Очень хорошо восстанавливать вместе с реликтумом, с алютумом, очень хорошо восстанавливать наше межклеточное пространство. Вот это хороший вопрос. Ну вот, знаете, у меня этого опыта нету, поэтому я честно отвечаю, сочинять не буду. Дочери 22 года, 6 лет, витилиго. Что нужно применять? Но витилиго, понимаете, это уход мелатонина из кожи. Появляются такие белые пятна. Это аутоиммунный процесс. Единственное, что я могу сказать, что при витилиго очень часто поражается аутоиммунным процессом щитовидная железа. Поэтому насчет кожи у меня не было. У нас, может быть, у кого-то есть опыт, что уходят вот эти пятна витилиго. Витилиго там у нас есть церебрум-2, мелатонин, у нас есть кожа, у нас есть салютом. Может быть, кто-то как-то пытался это сделать. Приветствуется, если кто-то это пытался сделать. Если вы поделитесь своей информацией. У нас не было результатов по витилиго. За это время не было у нас результатов по витилиго. Вот тоже хороший вопрос. Женщине 60 лет. Принимает церебрум. Через 2 часа после приема головная боль в правом полушарии. Ну, я уже несколько раз говорила, что если вы пшикаете церебрум, то когда появляется головная боль, ну, тут не описано, какая в правом полушарии какая-то боль, вот, но это нужно, конечно, посмотреть, прежде всего, окулиста на предмет глукомы, вот, затем это может показывать, что у вас в этом полушарии, или у вас есть гипертоническая болезнь, ну, за 60 лет человек уже, что там нарушено кровообращение мозга, просто не очень хорошие сосуды. Добавить еще тогда сердце, сосуды для улучшения мозга, визуум, глаза капать, вот, и посмотреть, что будет происходить на этом фоне. Но это сигнал о том, что у вас там есть ухудшение питания мозга, ухудшение кровообращения мозга, вот, и скоро у нас будет гипокси, добавьте, вот, салютом и визуум. Вот, и посмотрите, если на этом фоне это уйдет, все, но самое главное, чтобы у вас посмотрел окулист на предмет глукомы. Бывают закрыты угольные глукомы, и они сопровождаются даже мигрени подобными болями. Вот, поэтому посмотрите все, чтобы ничего просто не пропустить. Так, у меня псориаз, и у девочки 7 лет, чем ей помочь из наших препаратов? Ну, знаете, по псориазу я даже читала, мне кажется, несколько раз презентации. Вы вообще смотрите в ютубе мои презентации, там можно найти практически уже там 100 или около 200, наверное, презентации. Псориаз, он лечится, но это надо набраться терпения, это нужно исключить все посленовую глютеновую пищу, исключить, значит, красную рыбу, красную икру, вот, и восстанавливать стенку кишечника. То есть, это нужно тимус 2, месяца 2 пить, потом тимус 1, потом обязательно реликтум, все начинать с небольших доз, потому что при лечении псориаза всегда будет обострение. Церебром обязательно, потому что это бывает еще, помимо всего прочего, аллергических этих наслоений, еще бывают психосоматические наслоения при кожных заболеваниях, поэтому церебром, можно вот у нас будет гипокси тоже добавлять, вот, из наших препаратов, вот я уже сказала, месяц тимус 1, тимус 2, потом реликтум, тоже с небольших доз начинаете, с одной, ну, 2-3 капли, не больше, на четверть воды, 3-4 раза в день, потом обязательно печень, почки, поджелудочную и желудочно-кишечный тракт. И покупайте в аптеке Эвиталию, восстанавливайте микрофлору кишечника. Вот, и в течение 28 дней начнется или небольшое обострение, будет подсыпание у вас, дипосариатическое, или у вас постепенно вот эти вот образования на коже начнут уходить. Значит, кожа восстанавливается каждые 28 дней. Если вы будете все делать правильно, можно прикладывать, тоже мочить салфеточки, и вот где высыпают это все, прикладывать реликтум. Вот, с алютумом можно по капельке тоже там начинать, все очень аккуратно нужно. Вот, и таким образом у вас где-то в течение 3-6 месяцев кожа может полностью восстановиться, но к посленовой пище вы не должны возвращаться, потому что у вас нет ферментов, которые ее переваривают. И тогда у вас кожа очистится, и у девочки очистится кожа, и не будет этого нейродермита, вот, потому что у вас такая конституция. Вот, поэтому старайтесь, старайтесь детокс, восстановление кишечника, и, соответственно, не есть посленовая, а с глютеновой пищей тоже посмотрите. Вопрос. 70 лет человеку. Скажите, пожалуйста, сколько времени принимать препараты для восстановления здоровья? Ну, вы понимаете, 70 лет, это уже рубеж, вот, восстановление здоровья, это восстановиться до возраста 25 лет, вот это восстановление здоровья, а у вас уже идут возрастные изменения в тканях, поэтому всем людям, которым более 50 лет, уже, к сожалению, начинаются возрастные изменения в тканях, и вот вам 70 лет, начиная принимать наши препараты, вы остановите, ну, замедлите процесс старения, восстановления своего организма в целом. Поэтому сколько вам принимать? Ну, если они запускают процесс регенерации, восстановления внутренних органов, ну, это минимум от 3 до 6 месяцев. Это всех касается. Вот, вы все от 3 до 6 месяцев запускаете регенерацию, там, по очереди можете, ну, вы должны пить, понимать это, 6 месяцев или 9 месяцев сердца, если у вас инфаркт был, церебру мы там от 3 до 6 месяцев, всех, у кого были инсульты, затем там печень, поджелудочные почки, ну, все это надо пить от 3 до 6 месяцев. Вы посмотрите, что у вас самое. У женщин остеопороз, предположим, да, тоже огромное количество, сейчас проблем после 70 лет, значит, селена ангел-кости, значит, тоже не менее, там, 3-6 месяцев, все зависит от того, у вас остеопенелиостопороз, а потом вы оставляете поддерживающую дозировку всю оставшуюся жизнь хотя бы 1-2 раза в день. Вот, и тогда у вас вы продолжаете получать эти вещества, которые вызывают регенерацию ваших внутренних органов, и таким образом вы замедляете вот эти все болезни, которые все равно развиваются на фоне дефицита гормонов, которые у вас уже есть, вот, и других биологически активных веществ. То есть наши препараты для возраста после 50 лет являются ревитализирующими, омолаживающими препаратами. Вот для чего вы их пьете, чтобы замедлить процесс старения, потому что я вам уже читала презентацию и говорила, что нет болезни, есть одна программа старения. Поговорите с своими знакомыми вашего возраста, у всех одинаково болит голова, ухудшается зрение, уменьшается количество зубов в рудовой полости, значит, сохнет кожа, образуются морщинки, начинает колебаться артериальное давление, самочувствие, настроение, нарастает слабость, у всех одно и то же болят колени, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это программа, по которой, к сожалению, старение идет. Поэтому боритесь с этим. Бороться можно только сделать так, чтобы ваши клетки не уходили. Вот и поэтому все наши препараты, они строго органспецифичны. Что пьете, то и восстанавливайте. Ну, что посоветовать при болезни Ацгеймера? Диагноз поставлен 2 месяца назад. Клинические болезни Ацгеймера у вас проявились там у кого-то 2 месяца назад. Но болезнь-то протекает уже 30-40 лет. Вот, и когда не остаются практически резервов нейронного, тогда возникает клиническая картина. То есть человек ничего не помнит. Вот, я просто не знаю, на каком это уровне. Ну, пожалуйста, пробуйте всеми нашими церевромами, сосудами, сердцем, потому что здесь надо кровообращение улучшать саль, в том капайте, чтобы остановить образование вот этого амилоидного белка, который приводит, один из факторов приводит к болезни Ацгеймера. Это очень давно все начинается. Все вот такие заболевания, они начинаются очень долго. Вот тоже вопрос, конечно, непонятный мне. Вот такие вопросы нужно присылать в выписке. Я вам сто раз говорю, в выписке присылайте удалена щитовидка, рак третьей степени. Можете себе представить? Вообще. Принимаю гормоны. Сколько гормонов? Чего вы принимаете? Какие у вас гормоны? Я даже не знаю. Не подписано, ничего могу показать. Представляете, вот не подписано, ни фамилии, ни имя. Как? На деревню дедушки это называется? Кому отвечать? Ну, я отвечаю просто вам всем. Не надо мне такие записки присылать. Присылайте все на почту. Какие препараты нужно принимать? Откуда я знаю, какие препараты? Понимаете? Ну, вы пьете эльтероксин, я даже дозы не знаю. Если у вас щитовидка удалена, что-то левая доля удалена вообще. Рак третьей степени, с чего вы взяли, что у вас третьей степени? Третьей степени рак, это уже прорастание в лимфатические узлы. И долю одну при раке третьего степени не удаляют. Удаляют тотально. Тотально удаляется щитовидная железа вместе с пакетом всех лимфоузлов. И еще там третья стадия, это метастазы в соседние органы. Понимаете? Вот, ну, как бы, вот, понимаете, я доктор, я вот читаю то, что вы пишете. Ни выписки, ничего нет. Еще удалены яичники с трубами из желчный пузырь. И что? Желчный пузырь новый не вырастет. Ну, пейте печень с желчным пузырем. Яичники, ну, удалили, и все, матка, все удалили. Вот, резекцию сделали. Тоже, наверное, по поводу онкологии. Поэтому с салютом пейте. Щитовидку нашу принимайте. Что я вам могу сказать? Церебру. Церебру номер два. Реликтум с селеном и с ангелом. Потому что все удалено. Печень и желчные протоки. Ну, так вот как-то. И пришлите свою выписку, кто это написал. Это Киров написал мне. Из Кирова такая пришла записка. Как избавиться от бессонницы? Как избавиться от бессонницы? Опять, кому избавиться? Сколько лет? Вот смотрите, записка. Ничего нет. Вот видите, ни фамилии, ни имя, ни отчества. На кому вообще, для кого мы это все отвечаем? Потом вы говорите, нам ничего не помогает. Нам ничего не помогает. Значит, от бессонницы избавиться только с помощью церебромов наших, гипокси, визумов. Надо восстановить нормальную работу мозга. Мозг стареет, поэтому и не спите. Уходят активно работающие гормоны, ухудшается питание мозга. И поэтому вот одним и тем же почерком все написано. Значит, и поэтому церебром и гипокси. Есть ли какие противопоказания при камнях, почках и желчном пузыре? Ну, сто раз, Кирове, я вам отвечала на этот вопрос. Что, камни нет противопоказаний? Пьете просто наши почки, значит, долго, долго пьете. Неважно, какие камни, они будут рассасываться. И запивайте низкоминерализованной водой, типа архыз. Вот, но только нельзя мочегонные никакие пить. Никакие травки, параллельно с этим пить нельзя. Чтобы камень не сдвинулся с места. А в желчный пузырь я вам сказала, что идете и делаете ультразвук, чтобы понять, желчный у вас рабочий или нет. Если желчный пузырь сократился после еды, то он рабочий. Тогда можете с одной капли начинать желчных протоков. А если у вас желчный пузырь не сократился, значит, идете к хирургу и удаляете свой отключенный желчный пузырь. Вот, чтобы он у вас не порвался и вы не погибли от... И наши препараты не пьете. И чтобы вы не погибли от перитонита желчного. Девушке 36 лет. Представляете, пишут. Значит, родовая травма у нее была 36 лет назад. Нарушение, значит, задержка развития, нарушение обмена веществ, последствия принимаемых транквилизаторов. Какой продукт может восстановиться? Чему восстановиться? Обмену веществ. Нарушение обмена веществ поможет остановиться. Задержка развития. Но она 36 лет уже живет при задержке развития. Обмен веществ у нее тоже нарушен вследствие того, что ее кормили всю жизнь этими транквилизаторами успокаивающими. Она там спала и ела. Какой продукт может помочь? Можно сохранить то, что у нее остался какой-то интеллект. И просто питание правильное сделать, чтобы она не ела лишних продуктов питания. Но будет ли она слушаться, если у нее есть задержка развития? Это уже второй вопрос. Поэтому у нас, значит, и целебрумы просто, и правильное питание. Но поможет или нет, смотрите, 36 лет прошло. Это же не 3 года, а 6 месяцев. Про желчный пузырь я только что сказала. Так, я говорила, сейчас еще тут. Это вот я специально оставила эту записку, чтобы вся страна услышала. Если начать принимать продукцию Power Matrix, то уже принимать до смерти... Ну, понимаете, как я ответила в Кирове на этот вопрос, я сказала, ну, мимо никто еще не проходил. Вы ее принимаете для того, чтобы хорошо... О, боже мой. Сейчас, одну секундочку. Что-то у меня вылетела тут какая-то заставка. Вы принимаете нашу продукцию для того, чтобы себя хорошо чувствовать. И чем человек старше становится, тем больше ему нужна эта продукция. Вот. Поэтому пейте, не думайте вы об этой смерти, не думайте. Когда нужно, всех заберут. Вот. Где и как производят продукцию Power Matrix, контроль качества? Ну, продукцию производят в Москве на специальном... У нас специальное производство есть, где все это разливается на линиях. Мы же не сами разливаем это все. Вы видите, это фабричная упаковка. На Горице нам, наш разработчик делает специальные... Поготовит, ну, саму продукцию, потом которую мы наносим информацию. А энергоинформационные продукты готовят. Мы их разливаем в воду и отвозим в закрытый, закрытый, закрытый город под Москвой. И там их нам делают, потом мы привозим их. Вот так все это и делается. Качество продукции проверяется в институте Сысина. Вот сейчас мы проверяем. Мы ликту проверили, визу проверили. Салю там проверили. Сейчас дальше будем проверять. Так что все проверяем. И плюс проводим клинические исследования в медицинских академиях. Сейчас, одну секундочку. Еще осталось пару вопросов. А, ну, вот это тоже сейчас очень много почему-то вот этих заболеваний. Молодому человеку 28 лет. У него врожденная, ну, короче, отслойка сетчатки. Вот. По поводу лечения моего сына. Зрение 0,1-0,2. Что ж такое-то? Компьютер-то, что вообще? Кошмар какой-то. Сам себя включает. Сейчас, одну секундочку. Все из-за этой проблемы глаз. Ну, да, задержки психического развития. Ну, что надо капать визу, но только часто, потому что сетчатка, естественно, у него, в общем, плохое зрение. Практически ничего нет. 0,1-0,2, конечно. Вот. Ну, не знаю, как насчет центрального, но периферической появляется в течение 3-4 месяцев. Капайте. Церебром обязательно ему добавляйте. Вообще, все, у кого есть проблемы с сетчаткой, вы всегда капаете визу часто. В начале, особенно первые 3-6 месяцев, потому что нужно запустить регенерацию сетчатки. Значит, сосуды обязательно капайте в нос и церебром. С салютом обязательно тоже идет под язык закапывания. Ну, реликтум, там все остальные препараты, там, этого. Ну, вот самое главное визу капать 6-8 раз в день. С салютом под язык по несколько капель, с церебром почаще, чтобы восстановить зрительный нерв. Ну, и посмотрите, что получится в течение 6-8 месяцев. Так раньше ничего не стоит ждать. О новом продукте Юна я вам расскажу в пятницу. Сейчас очень устала, просто еще не восстановлюсь никак. И вот тоже был интересный вопрос. У женщины на фоне хронического ринита у нее стали расти полипы, полипозы ей удаляли, и она потеряла обоняние. То есть ничего не чувствует носом. Ну, вы знаете, можно, конечно, пшикать церебром тоже в нос, хоть все подряд. Вот, лор наш, но если хоть одна, потому что прижигали, делали операции, повредили просто слой, вот эти, слой, где находятся наши обонятельные нервы. Поэтому восстановится, не восстановится, никто не может сказать, но попробуйте. Теперь я отвечу на ваши вопросы. Уже у нас здесь. Так. 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 Так, добрый вечер. У ребенка два года. Значит, у ребенка два года после удара... О, сейчас, одну секундочку, улетело все. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Опа, успею. Опа. Вот. У ребенка после удара затылка на пол поставили с отрядением мозга, прописали кучу сильных рекордств. Возможно, заменить рекордства на наши продукции. Или нет, грузи хорошие. Ну, вы знаете, у ребенка ведь не кость там, а у них все-таки хрящики еще два годика. Конечно же, в принципе, нужно, поскольку у нас затылок, это зрительные нервы, я бы ему и визум покапала в глаза, потому что мало ли что там, может быть, какие-то осложнения. Они, они возникают не сразу, все эти осложнения. Вот. Поэтому, значит, если у него особых жалоб нет, если он не капризничает, ничего, дайте ему еще салютом, чтобы вообще общую энергетику восстановить. Значит, визум с салютом и церебрумы. Если в носик не можете ему закапать, значит, просто в водичку и в ротик давайте все, кроме церебрума, три. Ну, хотя бы месяца три, потому что, вы знаете, сотрясение мозга не проходит бесследно. Потом еще будет гипокси, вы ему тоже подавайте. Сейчас вот будет в ближайшее время гипокси. Вот, по-другому будет называться. Вот. И давайте обязательно вашему ребенку три, не делайте никаких прививок до осени, если вы ему делаете прививки, не делайте. Берегите его очень сильно, потому что очень маленький ребенок, два годика, очень маленький ребенок. Вот. Поэтому, конечно, лекарства ему не нужно никакие давать. Зачем они ему нужны? Все равно, что у него, нарушение функции, он что, не ходит, он что, вообще не общается, он потерял все свои навыки. Если этого, если этого ничего нету, просто пшикайте ему три-четыре раза в день в водичку там. Или в ротик, если даст, прям пшикайте два года, поиграйте с ним в поликлинику. И все, ничего не будет. Я думаю, все рассосется. Будет все хорошо. Так. Болит плюс нефаланговое сочленение на стопе. Артрит. Делаю компрессы с ангелом. Принимаю реликтум саль. Говорит, ангел уже месяц, но болит. Но, вы знаете, артрит или артроз. Артрит бывает, ревматоидный артрит бывает. Вот. Какой артрит-то? Значит, сдайте мочевую кислоту, потому что очень похоже на повышение мочевой кислоты. Добавьте почки. Уберите все мясные продукты. Может быть, у вас подагра, артрит какой-то подагрический бывает. Подумаешь, МРТ, артрит показал какой-то. Надо понимать, какой артрит. Значит, уберите все мясные продукты. Ешьте только курочку, индюшку. Никаких колбасных изделий. Молоко тоже все уберите. Молочные продукты. Глютеновую пищу все уберите. Вместе с овсяной кашей. Значит, пьете вы ангел, реликтум с салютом. Во-первых, ангел, селен и кости надо пить. Почки подсоедините обязательно. Сделайте мочевую кислоту. У меня такое ощущение, что у вас подагра может быть. Вот. Уберите все, что я вам сказала. Пейте реликтум почаще. Выводите эту мочевую кислоту. И делайте компрессы не с ангелом, а с реликтумом. Прям кипяток берете, наливаете небольшое количество кипятка. Туда капаете капель 8 реликтума. Прям мочите салфетку. Сразу прям горячую кладете на этот сустав. Сверху целлофан. И сверху прям бинтуете ее. И носок одеваете спать. Вот. И так можно 3-4 раза в день. А при чем здесь ангел-то вы делаете компрессы с ангелом-то? Ангел это соединительная ткань. Она так не помогает, как реликтум помогает. Вот. И делайте 3-4 раза в день вот такие компрессы себе. Сделайте анализы. Вот. И тогда позвоните мне или еще раз Елену напишите. Так. Женщина 59 лет. Работает в рентген-кабинете санитарка. 11 лет. 11 лет. Гемоглобин норм. Меликоциты 3-8. Самочувствие стало плохое. Посоветовали. Ну вы знаете вообще. 59 лет. Она работает санитаркой. Ну санитарки полы моют. Они ничего не делают в рентген-кабинете. Поэтому. Что значит стало плохое самочувствие? Может быть у нее давление там шпарит. Или еще что-то. Не могу ответить на ваш вопрос. Дайте ей реликтум. Просто пока. Просто дайте реликтум. И пускай она идет к докторам. Делает УЗИ брюшной полости. Делает УЗИ малого таза. Какие жалобы-то у ней появились? Вообще ни о чем. Дайте просто реликтум и тимус 1. Навредить вы не сможете. Если что-то выявится, то выявится. Но очень гемоглобин норм. Ликоциты 3-8. Нормальная лико... А сейчас весна. Вообще все плохо чувствуют авиатоминозы. Дайте ей реликтум. Если давление нормальное, дайте салютом. Вот. И посмотрите. Если на этом фоне она почувствует себя лучше, и тимус 1 дайте. Вот. То дальше пускай обследуется. Тем более работает в поликлинике. Пускай гинекологом идет. Желудочно-кишечный тракт смотрит. Весна. У всех все обостряется. Так. Женщине 48... А, подождите. 73 года. Два года стало плохо слышать. Что бы посоветовать. Ну, это сенсорная тугоухость. Ну, церебром пускай пшикает в нос. Сосуды пьет. Сердце пьет. Визум капает в глаза. Салютом тоже можно понемножечку. Только 73 года, чтобы давление не повысилось. И смотрите, как это уже возрастное изменение. Пройдет, значит пройдет. Так. Женщине 48 лет. Дегенеративный миопени, стагм, альбинизм. Какие наши препараты могут улучшить зрение? Ну, вы знаете, у нее уже как бы много проблем с глазами. Вот. Не первый это год. Ну, альбинизм это ладно. Вот. Поэтому визум как можно чаще, пускай закапывает, церебром обязательно. Может, он есть не стагмом поможет немножко, может и не помочь. Вот. Значит, церебром, визум, сердце, сосуды. Пускай все это пьет. 48 лет. И капает почаще. Не два раза в день, а три-четыре. Потому что у нее дегенеративная миопатия. Вот. И посмотрим. И церебром тоже три-четыре раза в день. Вот. И посмотрим, что будет в течение происходить трех-шести месяцев. Дальше потом спросите. Так. Женщине 50 лет. Два месяца назад получила травму левого глаза. Перенесла три операции. Сейчас, подождите. Сейчас. Одну секундочку. Все улетело у меня. Сейчас, сейчас. Все остальное сейчас посмотрю. Так. Вот она. Значит, два месяца назад получила травму левого глаза. Перенесла три операции. Сейчас на больничном. Можно ли капать визум? Ну, вы знаете, уже прошло два месяца назад. Ей там три операции сделали на левом глазу. Поэтому, если это все было недавно, то можно капать, если она как бы сомневается, может капать на веко левого глаза. И капать в правый глаз. Визум. Потому что глаза сообщающиеся сосуды. Вот. У ней будет информация все равно поступать в глаз. Под язык пускай она капает себе салютом. Церебру в нос. Вот. И, значит, церебру обязательно, обязательно с церебром. Вот. Тоже несколько, три-четыре раза в день. Салютом, реликтум. Обязательно тоже салютом. Она понемножку начинает капать, чтобы быстрее все проходило. Ну и тимус-2, тимус-1, нет, тимус-2 дайте правильно. Потому что любая травма глаза, повреждение может приводить к образованию антител, чтобы потом у них там всякие не начались бяки в глазах. Ну вот, пускай тренируется. Если капнет в глаз, который, ну, делали операцию, щипать будет, значит, пускай капает в здоровой, а этот глаз капает на веко. Потом, когда еще там недели-через-две покапает и капнет в глаз открытый, если не будет ощущений, значит, что у ней там все уже подживает. Будет закапывать тогда в такой глаз. У мужа была два года назад мерцательная ритмия, пульс был 150, восстановилась с БАДами. Хотя помощь, при помощи нашей продукции, сейчас, мы, сейчас, хотя прошла квота на операцию, но мы отказались, потому что дорога в никуда. Какая операция? Вообще, мерцательная ритмия, при мерцательной ритмии не делают операции. При мерцательной ритмии восстанавливают ритм просто. Не делают никаких операций. Дорога никуда. Скажите, решается ли аритмия при помощи... Ну, вы знаете, вообще мерцательная ритмия это нарушение биохимии сердца. У нас есть пучок гиса в сердце. Это проводниковая система. У сердца есть центральная нервная система, изолированная. Вот это и есть пучок гиса. Поэтому мерцательная ритмия это нарушение ритма сердца. Вот. И то, что вы помогли БАДами своему мужу, ну это, конечно, хорошо. Вот. Но мерцательная ритмия опасна тем, что может развиваться, если он замерцает, еще раз, может развиваться тромбоэмболия. Вот. И поэтому надо улучшать питание миокарда. И держать очень такое низкое давление. 110-120 на 80, на 70. Чем ниже давление, тем угроза, значит, мерцания предсердий, она уменьшается. Ну, конечно, вы играете в игры. Вот. Это надо идти все-таки к кардиологу, делать эхо-КГ, делать холтор. Смотрите, он может мерцать ночью, во сне ничего не чувствовать. Ну, вот вы, понимаете, Надежда Кошкина, вот вы сами не кардиолог, муж ваш не кардиолог. Вот. То, что вы сняли БАДами, это, знаете, ночью, когда спишь, ночью, когда спишь, происходят все катастрофы. И сосудистые, и сердечно-сосудистые, и мозговые катастрофы. Вот. Поэтому я бы на вашем месте вот так не успокаивалась по поводу БАДов, а все-таки обследовала своего мужа, чтобы не было потом неожиданностей. Вот. Есть прекрасные препараты, тоже хорошие, не обязательно операцию делать. Первый раз слышу, что делают операцию при мерцательной аритмии. Ставят водителя ритма, когда он нарушается, но это по-другому, когда пульс там падает. Поэтому я бы все-таки думаю, что это у вас молодой человек, все-таки ему не 90 лет. Вот. Я бы все-таки пошла к кардиологам и проверила, что у него с сердцем. Вот. И наши препараты, сердце, конечно, но тут надо пить капель по 5, по 6, по 10, под язык, прям лить ему туда. У нас есть большие упаковки, сосуды тоже самое. Церебру мы обязательно можно все капать. Но все-таки я вам советую провериться. Ну, вы знаете, салютом в каких случаях применять индивидуальную схему, в каких по выбору. Ну, если человек никогда не принимал этого препарата, всегда начинайте с одной, с одной, двух капель. У всех очень индивидуальная чувствительность на салютом, поскольку он начинает повышать энергетику. Чем человек старше, тем меньше должна быть доза. И моложе, соответственно. Средний возраст, там 20-25 лет, 30-35-40, они вообще не чувствуют. У них и так энергии полно, поэтому они там пьют по полпузыряка перед тренировками у нас, перед фитнесом. И носятся, и восстанавливаются, как лоси просто. А у людей, которые есть проблемы, возрастные, обменные и так далее, все надо потихонечку делать, никто никуда не торопится. Это же здоровье. 67 лет. 14-го года операция дренирования брюшной полости. А по поводу чего дренирования брюшной полости Гартмана? Откуда я знаю, что за операция Гартмана? Дренирование брюшной полости. Два года все анализы в пределах нормы. Сегодня был сделан снимок, где обнаружены... Чего? Два года все анализы были в норме. Сегодня был сделан снимок, где обнаружены очаговые множественные тени в обоих легких на фоне умеренно усиленного легочного резинга. Ну, вы знаете рентген. А теперь идите с этим рентгеном к терапевту или лучше к пульмонологу. И там нужно делать или снимок легких, прямой, боковой, или КТ легких. Потому что вот эти очаговые множественные тени в обоих легких вообще ничего не говорят, где, в каких отделах. В верхних, средних, нижних. Что это пневмосклероз? У кого это 67 лет? Значит, что это пневмосклероз? Или это туберкулез? Или еще что-то? Пожалуйста, все решайте уже по месту жительства. Вот. Ну, я бы к терапевту, прям с этими снимками. И берите направление и идите к пульмонологу. Ну, вот. Я бы КТ, конечно, не тянула. Сделала бы КТ, сдала все анализы. Ну, анализы, вот вы не пишите, какие нормы. Вот. Из наших препаратов я бы вам порекомендовала легкие. По 10 капель 2-3 раза в день. С салютом обязательно. Ну, здесь вот уже большие дозы надо. С чайной ложкой 2-3 раза до 5 часов вечера. Реликтум тоже самое. Селен тоже по чайной ложке под язык. Потому что здесь может все, что быть угодно. Вот. Никаких ингаляций делать нельзя. Вот. С салютом. Целебром 2. И бегом к врачам. Вот. Потому что дренирование я не понимаю, что это такое брюшной полости. Непонятно по поводу, что было сделано дренирование. Что там у вас убрали. Вот. Поэтому непонятно, что в легких. Непонятно. Вот. Не хочется мне вас пугать. Ну, просто идите к пульмонологу. Или берите направление и сразу бегите на КТ легких или на МРТ. Что будут делать. Но обязательно надо это сделать. Я бы сделала КТ брюшной полости вам. Или МРТ брюшную. КТ, наверное, брюшной полости. И КТ легких. Посмотрите. Потому что была операция. Надо посмотреть просто, что там такое убрали. 65 лет женщина. Принимаю почки. Заболела почка. Правая. Продолжать пить почки или нет. А что вы не знали, что у вас хронический пилонефрит. Вот такие все интересные. Вы не знали, что вам 65 лет. И у вас что есть. Предположим, там или песок в почках. Или пилонефрит почек. Или опущенная почка. Вера Сафулина. Анализ мочи надо пойти сдать. Общий. По Нечипаренко. Посев мочи. Или по Зимницкому еще сдать. Посмотреть, что сделать биохимию. Общий анализ крови. Сделать УЗИ почки, которая заболела. 65 лет. Там может быть все, что угодно. Понимаете? И, конечно, продолжать пить нашу почку. Не надо ее почки прерывать. Раз уже заболела, значит, у вас там слабое место. Добавьте реликтум. Добавьте к почке. Значит, реликтум добавьте. Тимус-1 добавьте. И бегом анализы сдавать. УЗИ брюшную полость. Особенно почек посмотреть. И анализ мочисти общий. И кровь. И не Чипаренко я бы сделала. Посмотрела, сколько там лейкоцитов. Да, вот так вот, милые дамы. Надо за собой смотреть. Девочке 6 лет. Косоглазие у папы и бабушки тоже. Это наследственное. Папу в прошлом году. Что посоветуйте девочке? Операцию. Если у нее исходящееся косоглазие, когда глаза вот так идут друг напротив другу, ничего вы не сделаете. Это проблема мышцы. Вот. Поэтому, конечно, там 6 лет скажут, сколько ее оперировать. А пока капайте визу, но для того, чтобы улучшать качество структур глаза, чтобы у ней не было никаких осложнений после операции. Мне 63 года. Проблемы со сном, с юности. Церебрум 2. Церебрум. Бессонница. Рекомендуется ли гипертоников при тахикардии. У меня пульс 50-60, давление 110 на 70. Я ничего не поняла, что спросили. Мне 63 года. Проблема со сном, с юности. Значит, церебрум 0 дал бессонницу. Церебрум 2. Проверял что-то трижды. Церебрум 2. Рекомендуют ли гипертоников при тахикардии. Причем здесь гипертоники, тахикардии, церебрум 2. У меня пульс 58-60, давление 110 на 70. Спасибо, Вера. Ну, во-первых, если у вас это с детства проблема со сном, с юности, то вы капаете церебрум и капаете утром. Утром капаете церебрум и церебрум 2. Причем здесь гипертоники, ничего никому не рекомендуют. И при тахикардии тоже не рекомендуют. При давлении рекомендуют сердце и сосуды. И при тахикардии то же самое. У вас хороший пульс, у вас хорошее сердце. Поэтому это у вас такая особенность центральной нервной системы. Вы, мозг стареет, вы тоже вместе с ним. Поэтому пшикайте на воду себе церебрум, если не в нос, а просто на воду. На столовую ложку воды налейте в рюмочку и пшикните туда церебрум. И под языком рассасывайте. Это у вас нарушение фаз сна. Это как бы не от нас. Это просто показывает, что да, но есть проблема с мозгом. Ну, постепенно будет проходить. Постепенно. Сразу ничего не пройдет. Так, сейчас еще посмотрим. Так. Что написано? Ну, там мелатонин. Мелатонин. Мелатонин это гормон сна, который ночью специально вырабатывается. Я не знаю, где там что написано, но мы не писали такого, что мелатонин гормон может вызывать тахикардию. Понимаете? Тахикардию это само по себе все. Так. Ладно, сейчас я посмотрю. Женщина, 61 год, прошел опоясывающий. Но сейчас болит с этой стороны плечо. Пью салютом, ангел, легкий тимус. Что еще добавить? Селен с ангеловой кости добавьте. У вас артроз. И делайте, вот как я говорила, женщине на палец, значит, в горячую воду. Прям капайте 5, 6, там 8 капелей реликтума. И прям сразу накладывайте на плечо. Сразу целлофан на него же. И прям вот сразу тоже теплую такую штуку какую-то. И сидите часа по два. Можете спать ложаться. Вот. Продолжайте салютом. Продолжайте ангел, легкий тимус. Селен, ангелы, кости. И реликтум делайте еще аппликации на плечо. Очень хорошо помогает. В течение двух-трех недель все пройдет. Прекращайте есть молочные продукты. И белый хлеб с макаронами. Будет быстрее проходить. У всех, кого болят суставы, надо это все убирать, чтобы воспаления не было. Подожди-ка, а какую болит там? Болит с этой стороны. Короче, если правое плечо болит, это печень. А если левое, это желчные протоки. Можете еще печень с желчными протоками попить. Если камней там нету. Женщине 37 лет сделали УЗИ. Заключение. Эритоматозное. Чего? Это что-то вы неправильно написали. Дуоденогастральный рефлюкс. Ну, это у нее там это раздражение желудка из-за рефлюкса. Мультифолликулярные яичники. Ну, что, нормальные мультифолликулярные яичники. Яичники с фолликулами. Женщина молодая. Что бы им там не быть. Значит, по поводу дуоденогастрального рефлюкса. Это нужно правильно питаться. Печень с желчной протоки. Рефлюкса, чтобы не было. У вас просто идет заброс содержимого 12-перстной кишки в желудок. Вот это называется дуоденогастральный рефлюкс. После еды не ложиться. Значит, из наших продукций, значит, реликтум. Немножко. На четверть стакана воды. Начинайте с двух капель. Дальше. Печень с желчной протоки. По пять капель желчи. По пять капель печени. Два-три раза в день в воду столовую ложку. И, соответственно, протоки. То же самое. Начинайте с двух-трех капель. Желудочно-кишечный тракт, конечно. Купите себе и виталию. Тоже очень хорошо вам нужно восстановить микрофлору желудочно-кишечного тракта. Не ешьте глютеновую пищу, потому что она очень сильно раздражает желудочно-кишечный тракт. Или рефлюкс дает. И после еды не ложитесь минут сорок. Тогда у вас не будет рефлюкса, заброса. И жога же еще не бойся. Вот. Значит, и яичники. Цикл первый день. Ну, вы знаете, если как бы у вас с менструацией все неплохо, но в 37 лет уже у женщин начинает меняться менструальный цикл. Я бы вам посоветовала Церебрум-2. Немножко щитовидочки, буквально там две капельки под язык. Дальше, значит, с первого по 14 день пять капель яичников и пять капель матки. И пить с первого по 14 день, чтобы у вас был хороший менструальный цикл. Вот так дальше и сохранялся. Хорошая, здоровая, молодая женщина. Город Бузюлюк. Так, ну что. Пятницу. Я вам прочитаю. Опять юно. Все спрашивают. Так. Прочитаю вам юно. Значит, и... Не может Церебрум-2 снизить давление и пульс. Ну, вы понимаете, центр регуляции давления и пульса находится в головном мозге. Вообще там. Не только в сердце, но и в головном мозге. Может быть, вы сейчас сидите на посту. Ничего не едите. Ничего не солите. Селедку и не едите. Сыр не едите. Ничего не едите. Вы вообще сначала начинайте с питания. Вот. Ничего там особенно такого. Сейчас все сидят на посту. Может, вы тоже поститесь. Поэтому вы не получаете соли. Вот у вас давление и снизилось. Что такого-то? Не могу понять вообще. Выпейте чашку кофе или крепкого чая. Оно у вас нормализуется. Какие проблемы-то? Нормальное давление 110 на 70 вообще. Что волноваться-то? Все мечтают о таком нормальном давлении. Дальше. Женщине 35 лет. Ведет сосудистой дистонии. Низкое давление. Что можно посмотреть? Ну, вы знаете, в 35 лет уже не бывает ведет сосудистой дистонии. Это диагноз ставят, когда они могут понять, что вообще с человеком. Поэтому дайте салютома побольше. Все, чтобы солила, очень хорошо все солить при низком давлении. Салютом ей визум в глаза, потому что при низком давлении опасность развития глукомы нарастает. Поэтому визум, церебром ей дайте, чтобы она пшикала себе обязательно для мозгов. Вот. И хорошее посолить. Вот у кого тоже на церебром снизилось давление, пульс. Вот всем солить. Надо воду вернуть в сосуды. И будет нормальный давление. Можете дать салютом и можете надпочечники ей немножко дать. Потому что при вегетососудистой дистонии надпочечники, там, минералов, глюкокортикоиды недостаточно. И тоже давление снижается. Ничего страшного. Щитовидку дайте ей. Спросите в 35 лет, какой у нее менструальный цикл. Если есть нарушение менструального цикла, пускай пьет щитовидку капель по 5. Вот. Надпочечников капель по 10 с утра. Вот. И с первого по 14 день яичники и матку. И молодая женщина быстренько поправится. Стоматологи неправильно сделали протест. Нарушился прикус и после нейропатии троничного и лицевого нерва с двух сторон. Боже мой. На многие препараты, люди, наши препараты боятся из-за чего? Из-за чего боится там? Не вижу, из-за чего боится. Наши препараты. Из-за чего она боится, наши препараты? Ну ладно, сейчас придет. Ну что, берет наш Дентас. Вот. Вовнутрь там себе, где все неправильно и сделали. А снаружи Целебру. С Салютом прям можно накладывать на эти места, где у ней там нейропатит троничного и лицевого нерва. А из-за аллергии? Аллергии не бывают на наши препараты. Какая аллергия-то? Ничего нету. Мальчик 4 года. ЗППР. Это что такое ЗППР? Я не понимаю. ЗППР? Расшифруйте. Галина. ЗППР? Что за ЗППР? Что это? Автомат Калашникова? Ну, что это за заболевание? Напишите мне, пожалуйста. А Лена, если она боится, что у нее будут аллергии, ничего не давайте. Психосоматика. Назначьте ей просто Целебру. Потом посмотрим. Напишите, что такое у мальчиков 4 года. ЗППР. Вообще просто. Кино и немцы с вами. Со всеми. Пишите заболевание. Понимаете? Пишите. Я не понимаю ЗППР. Ну. Пишите быстрее. Время уже восьмой час. Время уже почти полвосьмого. Давайте. Где там? Ну, не пишут. Что такое ЗППР? Ну, хорошо. Давайте, мои дорогие. Значит, ну сегодня мы закончим. Задержка. А, господи. Я думала, запоры какие-нибудь. Задержка психоречивого развития. Целебрум. Салютом. Визу в глаза. Целебрум-2 можете ему давать. И Целебрум-1. Вот. Все. Я поняла уже, Елена и Галина. Поэтому, значит, все это давайте ему. Вот. Перед тем, как с ним заниматься. Четыре года ребенку уже. Вот. Давайте Целебрум ему все. Водичку там, куда хотите. Салютом ему давайте тоже. И через 15-20 минут начинайте с ребенком рисовать. Ему надо мелкую моторику разрабатывать. Всем детям с задержкой психоречивого развития разрабатывают мелкую моторику. Рисование, музыка и так далее, и так далее, и так далее. И занятие логопедом. И все. И мальчик будет без всякой задержки психо. Скоро будет еще гипоксия. Вот его тоже. Вот. Обязательно использовать, чтобы улучшать количество кислорода в крови. А так вообще ничего не вижу страшного. Вот. Занимайтесь своими детьми. И у них не будет задержки психоречивого развития. Вот. У них растет мозг. Все растет. Перерастет. Ну, вы знаете, у них столько аллергии у этой женщины. 58 лет. У нее аллергия на тополиный пух, на амброзию, на травы. Какие препараты применять? Спасибо. Но у нее всю жизнь поленос, понимаете? Вот. Поэтому сейчас нужно принимать срочно ТИМУС-2. Просто пить литрами ей там, я не знаю, по 10-15 капель. Лор в нос закапывать, начинать слизистую устанавливать с салютом. И делать ингаляции с салютом и с легкими. Уже сейчас все это делать. Вот. И реликтум пить, селен с ангелом пить. И во время обострения дозу увеличивать. Может, пронесет. С салютом надо, кроме церебром. А почему кроме церебром? С салютом это с салютом. Вы ему капаете, мальчику, по одной-две капельки. Он вообще для всего просто нужен. С салютом. С салютом 1 и с салютом 2 вы ему капаете перед занятиями и после занятий. Так что это все нужно. Стоматологи. Что стоматологи? В отношении дамы, то, что ей навредили стоматологи, пускай они ее и лечат. Вот. Из наших препаратов с салютом можно прикладывать. Прямо вот на зону лицевого нерва. Значит, с салютом вовнутрь. Церебром и все. В нос и тоже снаружи можно тоже церебром прикладывать. И салфан сверху класть. Вот. А что стоматологи? Они натворили, пускай разбираются. Зачем вам влезать в это во все? Жалко, конечно, человека. Но, знаете, нервная ткань. Есть нервная ткань. Ну, хорошо. Давайте до пятницы. Поговорим с вами опять о красоте. И еще о чем-нибудь. Пишите вопросы. До свидания всем. Успехов. До новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok